Добрый день, друзья! Сегодня мы открываем информационную рубрику, посвященную 75-летию победы нашей страны под названием «Дети-герои Великой Отечественной войны». Зоя Космедемьянская, первая женщина, за подвиг которой было присвоено звание Героя Советского Союза еще в ходе Великой Отечественной войны. Подвиг Зои сыграл немаловажную роль, как пример мужества, приближения победы советского народа в самой кровопролитной войне. Для современных мальчиков и девочек эта женщина, а точнее девушка, является образцом героизма. Зоя была простой девочкой из Тамбовской деревни Осины Гай. Родилась она в семье школьных учителей. 13 сентября 1923 года. Под Тамбовом семья жила до 1929 года, а потом вынуждена была бежать в Сибирь, опасаясь доносов и ареста. Дело в том, что дедушка Зоя был обвинен в антисоветской деятельности и казнен за это. Но в Сибири Космедемьянские прожили всего год, затем переехали на окраину Москвы. У Зои в жизни было немного событий. Отличная учеба, заболеваний менингитом, знакомство с писателем Аркадием Гайдаром в санатории во время лечения, учеба в диверсионной школе и заброска группы Зои в тыл к фашистам, успешное выполнение нескольких заданий, плен и казнь. Сложная жизнь Зои Космедемьянской, лишения и трудностей не отняли у нее патриотизма и любви к Отечеству. Девушка свято верила в победу в войне. В ноябре 1941 года, когда фашисты стремительно наступали, их войска уже были на подступах к столице, Сталином и военными командующими, было принято решение о применении так называемой скифской тактики в борьбе с врагом. Суть ее заключалась в полном уничтожении населенных пунктов и стратегических объектов на пути наступления вражеских сил. Эту задачу должны были выполнить диверсионные группы, которые специально для этого готовились. В состав одной из таких групп входила и Зоя Космедемьянская. В соответствии с приказом Сталина, группа должна была совершить диверсии и уничтожить с помощью бутылок с зажигательной смесью более 10 деревень Подмосковья. Диверсанты вышли на задание 21 ноября 1941 года в составе двух групп. Под селом Головкино они попали в засаду, в итоге чего осталась только одна группа, которая продолжила выполнение столь жесткого, но необходимого в тех реалиях задания. Диверсантам, в том числе и Зое, пришлось собрать все силы для выполнения задания самого Сталина. Космедемьянская должна была сжечь подмосковную деревню Петрищево, являющуюся транспортной развязкой для фашистских передвижений. С поставленным заданием девушка и ее сослуживец, боец Клубков Василий, частично справились, по пути уничтожив еще и 20 коней немецкой армии. Кроме этого, Зое Космедемьянской удалось вывести из строя связь немцев, что помогло исключить контакт между несколькими германскими частями в Подмосковье и снизить их наступательную активность, пусть и на короткое время. Руководитель группы диверсантов вернулся в тыл. Поняв это, Зоя решила продолжить работу в тылу врага самостоятельно. Вернулась в Петрищево, чтобы приступить вновь к поджогам. Один из жителей деревни, на тот момент уже служивший немцем, схватил девушку и передал ее фашистам. В плен к фашистам Зоя попала уже 28 ноября 1941 года. Доподлинно известны следующие факты об ее пребывании в плену и мучениях, которые пришлось пережить юной комсомолке. Регулярные избиения, в том числе двумя местными жительницами. Порка ремнями по голому телу во время допросов. Прогон по улицам Петрищева без одежды по лютому морозу. Несмотря на все ужасы мучений, Зоя Космодемьянская не только не разгласила никаких данных о своих группах, заданиях, но даже не назвала своего настоящего имени. Она назвалась Таней. Никаких других сведений о себе и сообщников не предоставила, даже под пытками. Такая стойкость поразила не только местных жителей, ставших невольными свидетелями ее мучений, но и самих мучителей, фашистских карателей и следователей. Уже через много лет, после подвига Зои Космодемьянской, ее пленение и казни, стало известно, что в пытках принимали участие жители села. Они были осуждены и приговорены к смертной казни советской властью. Казнь самой Зои фашисты превратили в целый показательный спектакль для местных жителей, не оказавшим им должного почтения. Девушку провели по улицам с табличкой поджигатель на груди. Делали фото на фоне Зои, стоявшей на эшафоте с петлей на шее. Но и перед лицом смерти она призывала бороться с фашизмом и не бояться захватчиков. Тело девочки не давали снимать с виселиц целый месяц. И лишь в преддверии Нового года местным жителям удалось захоронить Зои. После освобождения деревни Петрищева от фашистов туда прибыла специальная комиссия, которая опознала тело и опросила свидетелей событий. Данные предоставили самому Сталину. Изучив их, он принял решение о присвоении Зои Космедемьянской звания Героя Советского Союза посмертно. Кроме этого, им была дана директива о публикации материала о подвиге, чтобы вся страна узнала о героизме простой комсомолки. Подвиг Зои Космедемьянской и по сей день служит примером стойкости, патриотизма и героизма для России. Спасибо, что были с нами. Уважайте и цените историю своего народа. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok